Сегодня был представлен новый начальник управления по курортному делу и туризму администрации города. Им стал Сергей Домарат, ранее исполняющий обязанности начальника управления. Глава города отметил, что на специалистов этой отрасли возлагаются большие надежды. В первую очередь курортники должны оставаться довольны пляжами и мини-гостиницами, задача которых – работать и в межсезонье. А сейчас курорт готовится к ряду международных мероприятий. Это и зимние военные игры, чемпионат мира по футболу и Кубок конфедерации. К 1 июня 72 улицы города будут проведены к единому архитектурному облику. Это и ремонт домов, и замена тротуарной плитки. А тем временем госпожнадзор проводит массовые проверки дачных поселков и кооперативных комплексов. Причина тому – частые пожары. На сегодняшний момент на территории города Сочи у нас 23 пожара зарегистрированы. Ровно половина жилья. Но в прошлый год мы закончили с большим минусом. 23 пожара у нас было. У вас есть сегодня факты, что горят там люди. Второе, вы сами увидели, что мониторинг показывает, что там газовые баллоны. Какие газовые баллоны могут вообще быть в гаражах? Ну а с другой стороны, опять же, полиция. Там же живут люди, неизвестные нам. Это местных-то там практически нет. Это ж в аренду кому-то сдается. И там же вот в том числе и те, кто могут нам навредить. Как правило, причина пожара – некачественная электропроводка с замыканием в сети. Глава города потребовал от Кубаниэнерго привести электросетевое хозяйство в норму. Электропровода не должны провисать. К трансформаторным подстанциям не должны быть пристроены магазинчики. А отключение электроэнергии можно производить только, если жители, застройщика, главу района и прокуратуру известят заранее, за месяц до отключения. Чтобы было время решить проблему, если речь идет о долгах, и не доводить ситуацию до критической. Предприятие «Сочи Автотранс» ждет масштабная проверка. Как выяснилось, МУП является убыточным, а погашать долги придется городскому бюджету, при том, что заполняемость городских автобусов до 40%. А водители рассказывают о маленькой загрузке. Доход от перевозок чаще попадает в их собственные карманы, а не в кассу, так как система обелечивания давно уже канула в лету. И заставить пассажиров взять билет сможет только появившийся на линии контролер. Одним словом, задача, поставленная главой города, сделать предприятие доходным. Продерки ожидаются и на ярмарках. По инициативе главы «Сочи» они были организованы для того, чтобы жители смогли купить товар от производителя. Фермеры приезжают на день-два, чтобы реализовать выращенные. А получается, что на ярмарках стоят перекупщики, и, соответственно, цена на товар, что на ярмарке, что на рынке, одинаковая. А где-то и больше. На рынке выполняются санитарные требования. Они обязательно содержат главного ветеринарного врача. Они имеют требования по санитарному состоянию и ярмарки. То есть затраты на рынке бешеные. Тем не менее, на рынке цены, о том, о чем я и говорил, я же вам говорил тогда, что есть информация о том, что на ярмарках цены стали выше, чем на рынке. Такое положение вещей не устраивает. Анатолий Пахомова, он заявил, что раз ярмарка стала рынком, значит, надо оформляться как рынок, где должны быть более строгие санитарные нормы. Исключением, пожалуй, служит только ярмарка «Привоз» на Мацесте. Елена Овсицына, Демид Даниловский, телекомпания «ФКТ».